Поддержка малого и среднего предпринимательства в Крыму и, конечно же, в России набирает новые обороты. И набирает она, конечно же, в частности, благодаря конкурсу «Народный бренд». Сегодня мы поговорим об этом более подробно. Нам расскажет об этом гость, который уже с нами, Максим Онищенко, основатель конкурса «Народный бренд». Доброе утро! Доброе утро! Спасибо большое, что нашли время посетить нашу студию с утра пораньше. Ну и хотелось бы, конечно, у вас узнать, что это такое «Народный бренд». «Народный бренд» — это конкурс. Конкурс, которым жители Крыма с этого года всего могут выбрать свои любимые организации, предприятия более чем в 50 номинациях. В зависимости от города количество номинаций разное. Это и магазины продовольственные, это и такси, это и автозаправочные комплексы, это и парикмахерские. То есть спектр широк, очень широк. Каждый год мы открываем новые номинации для этого. И уже в этом году нашли еще три номинации, которых у нас не хватало, и будем добавлять в следующем году. И они добавляются, добавляются, расширяются. А какие вот эти три номинации? Ну вот одну, которую я точно помню и знаю, да, то есть как бы это доставка чистой воды. Ничего себе! Да, она в Крыму, как оказалось, имеет достаточно большой рынок и очень конкурентно способна. По каким городам распространяется ваша акция? Ну смотрите, мы делаем конкурс уже 9 лет. Этот год девятый у нас. Получается, что мы начали с юго-востока Крыма. Первая была Феодосия, затем Керчь. И в этом году мы запустили голосование в 13 городах. Но самые активные это Симферополь, Керчь, Феодосия. В этих городах придут церемонии, как мы их называем, награждения победителей конкурсов, на которых мы расскажем о результатах, покажем, что мы делали, что люди выбирали и как это все происходило. Ну и, соответственно, вручим дипломы, кубки и все регалии победителя этого конкурса. Кстати, вот хотелось бы узнать, народное голосование, голосуют люди, люди отдают свой голос и наверняка делают это через какое-то приложение, потому что именно так в современное, в наше время и поступают. Да, действительно, современные технологии идут неумолимо вперед. И социальные сети, и сайты, и мобильные приложения в том числе. Мы используем все каналы, но не избегаем и каналов, которые были до этого. Это газеты. Мы выпускаем также ряд газет бесплатных, сеть газет бесплатных у нас есть по Крыму, в которых есть анкета, где можно проголосовать. И этим тоже люди активно пользуются. Но на самом деле это голосование идет на сайте город24.онлайн и в мобильном приложении с одноименным названием город24, который тоже можно скачать во всех апсторах, доступных. Как вы проводите агитацию? Например, я бы тоже проголосовала с удовольствием. Но я понимаю, что уже вроде бы как закончилось, да, голосование? Нет, голосование еще идет. В Симферополе оно идет до 15-го числа, в Керчи и Феодосии попозже, потому что это связано с церемонией награждения. А агитация идет всеми доступными способами. Это и телевидение, это и бигборды, это и наши ресурсы, мы тоже СМИ являемся. Но самая главная агитация, это, конечно, предприятия, которые участвуют в этом конкурсе, те, которые хотят победить, хотят показать, что они лучшие. Они заинтересовывают своих клиентов, чтобы они голосовали. И заинтересовав, допустим, если такси заинтересовало проголосовать за себя в этом конкурсе, то ее клиенты также голосуют за другие номинации. Отсюда и собирается это большое количество участников. То есть каждый понемногу, как говорится, и получается очень много. Вот основные вещи агитации в конкурсе. Максим Викторович, можно ли говорить, что путем такого конкурса можно повлиять на качество предоставляемых услуг на полуострове? Однозначно да. Однозначно да. За 9 лет мы увидели много социальных направлений, которые конкурс несет в себе. Первое, это, конечно же, фирмы, которые хорошо работают, они хотят признания. Скажем честно, немного предприниматели обделены признанием именно со стороны общества. И этот конкурс позволяет им получить это признание. А агитируя за себя, говорить, что они любимые и хорошие, уже опускать планку своего служивания не получается. Это одна часть. Вторая часть, это, конечно, сбор предпринимателей на церемониях награждения. Это очень важная вещь. Мы выявили, что предпринимателям не хватает общения в наше время. Связано это, скорее всего, с занятостью предпринимателей. В том числе, возможность недостаточности таких сборов, которые, возможно, надо увеличить. Чем и занимается конкурс. В общем, вот так вот. То есть это еще и возможность познакомиться и заиметь выгодные контакты. Абсолютно. И даже вот к десятилетию, это в следующем году, мы хотим несколько таких историй показать в течение года, как происходили вот эти вот взаимодействия между предпринимателями, которые познакомились на конкурсе. У нас есть примеры этих историй. Вы взяли на себя очень большую ответственность, на самом деле, говоря о качестве предоставляемых услуг, то, что они повышаются, поднимают ваш народный бренд, ваша акция, церемония, конкурс, поднимают сервис в Крыму. Об этом говорят очень многие, потому что сервис, на самом деле, есть куда стремиться, скажем так. Конечно, конечно. Мы живем в эпоху потребления, никто этого отрицать не будет. И чтобы жизнь была качественней, моральней, спокойней, мы должны получать качественные услуги, и никуда от этого не денешься. И учитывая, что конкретно, вот сейчас я буду говорить от лица потребителей, конкретно мы, как потребители, именно мы должны влиять на качество этого сервиса. И конкурс помогает этому. Выбирая свои любимые организации, мы показываем, тем самым признаем, что они лучшие. Что им можно доверять, что у них можно пользоваться услугами. Тем самым заставляем эти организации своим признанием не опускать эту планку сервиса. В общем, вот такой получается симбиоз. Девять лет, вы говорите, уже прошло, уже впереди, скоро будет юбилейный год. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями вы столкнулись, например, в первый год, и уже сейчас в девятый. То есть есть какая-то тенденция, становилось легче, становилось, наоборот, сложнее, потому что росли обороты. И что вам дал, может, ценный опыт какой-то? Опыта, конечно, очень много дало. Но вот сказать, что прямо там какие-то были трудности, наверное, когда ты занимаешься любимым делом и любимой работой, все трудности – это вопросы, которые надо решить. Мы стараемся решать эти вопросы. У нас достаточно большая поддержка среди предпринимателей и среди потребителей, то есть наших читателей, наших информационных изданий. Поэтому вот это вот совместие, эта поддержка давала нам силы, любовь к работе и поддержка давала нам силы делать. Ну, я надеюсь, все достаточно неплохо и хорошо. Где будет проходить основная церемония награждения? Смотрите, в трех городах, как я повторился, будет проходить. Это Симферополь, 6 декабря, Маркхал, Феодосия, это дворец культуры Чайка, и Керчь, это ДК Корабел, 19 декабря. Это закрытая вечеринка? Нет, на нее могут попасть все, кто хочет. Есть доступ, на сайте есть все координаты. Звоните, ждем, рады. Фуршет? Обязательно. Фуршет, салют. Я повторюсь, предприниматели хотят общаться. Вот эта церемония дает не только возможность увидеть, кто из них лучше, но и дает возможность пообщаться между собой. Ну и, конечно, все моменты радостные. Это фуршеты, салюты, выступления каких-то творческих коллективов, которые все же... Делают атмосферу. Да, да. Максим Викторович, мы уже поговорили о том, что предприниматели, фирмы стараются поднять уровень своего сервиса, своих услуг. Соответственно, это уже огромный плюс для полуострова. Затем в рамках конкурса они общаются, обмениваются опытом. Наверняка они общаются с потребителем, узнают ближе свою целевую аудиторию. Конечно. Наверняка происходят... Масштабы производства расширяются со временем, потому что все только способствует. И говорит ли это о том, что, соответственно, и больше рабочих мест для людей будет? Уверен в этом на 100%. Чем больше предпринимательства, тем больше рабочих мест. Потому что предприниматели – это те люди, которые берут на себя сумасшедшую ответственность, в том числе и за других людей. То есть за тех людей, которых они нанимают на работу, за тех людей, которым они дают какие-то товары и услуги. Учитывая то, что конкурсу 9 лет – это все-таки немаленький возраст, то есть с нами многие компании росли вместе, они из маленьких каких-то магазинчиков превращались в большие торговые центры. То есть ваш конкурс дает еще толчок к развитию. Например, если не выиграл, не победил в этом году, хочу победить в следующем. Надо делать что-то лучше. У нас для этого даже есть номинация, и такая номинация, назовем ее так, как «Старт года». То есть новые компании, которые появились, и понятно, что с крупными им воевать тяжело пока что, но мы обязательно их отмечаем, давая надежду на дальнейшее развитие. То есть я считаю, что это тоже некое вложение в их неросы. Максим Викторович, спасибо вам, что это утро вы встречаете с нами в нашей компании. Спасибо за интересную и познавательную беседу. Ну а нашим телезрителям я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях Максим Онищенко, основатель конкурса «Народный бренд». Ну а мы движемся дальше, и прямо сейчас посмотрим следующий репортаж. Субтитры подогнал «Симон»